Горячие ужины, надежное убежище на ночь. Судьба не всегда была благосклонной к этим людям, но теперь они могут наслаждаться комфортом и красотой Дворца Мильори, расположенного на площади Святого Петра в Ватикане. Это здание в ноябре прошлого года Папа Римский Франциск превратил в приют для бездомных – место, где у бездоленных появляется шанс найти свой путь к лучшей жизни. Здесь побывало очень много бедных людей, и многие из них в конце концов нашли свою дорогу, свой дом, а некоторые даже вернулись к своим семьям, говорит Карло Санторо, управляющий приютом. Сейчас, когда весь мир переживает санитарный кризис из-за пандемии коронавируса, тем, кто остались без крыши над головой, приходится особенно тяжело. Для многих медицинская помощь практически недоступна. В этом приюте проблему пытаются решить. В настоящий момент из-за пандемии сложно получить доступ к услугам системы здравоохранения. Это важно для этих людей, как никогда. Ведь сами бездомные порой боятся обращаться в больницы. Да и многие отделения в государственных клиниках сейчас просто не работают. Здесь, насколько это возможно, мы стараемся избегать ненужных обращений в отделение неотложной помощи. К сожалению, ситуация складывается такая, что все больницы заполнены пациентами с COVID-19. За последний месяц по меньшей мере три человека скончались на улице. Вот прямо за углом. И никто из них не умер за ковида. Они ушли из жизни, потому что оказались одни. Вернуть бездомным и бедным их достоинства. Речь идет не только о безопасном убежище для обездоленных, но также о том, чтобы дать нуждающимся людям возможность жить другой жизнью. Для меня этот приют как настоящий дом. Здесь можно спать, есть, умываться. Если бы его не было, где бы мы оказались? Давайте скажем спасибо понтифику, который в прошлом году открыл для нас это место. Иначе где бы мы были сейчас? Все 32 человека. Марио обрел здесь свою семью. И в этот раз Рождество для него будет праздником. Рождественский обед в нашей общине способствует налаживанию уникальной связи между людьми. И это касается не только бедных. Для нас это тоже очень важно. Потому что это как будто воссоединение с семьей. Для тех, у кого ее нет. Для тех, кто в Рождество могли бы остаться в одиночестве.